Всем привет! С вами проект «Как подтянуть английский по сериалам». В этом видео мы разберем с вами в чем разница между пассивным и активным просмотром контента сериала в оригинале. Итак, пассивный просмотр сериала в оригинале на английском языке подразумевает, что вы проглатываете эпизод за эпизодом без каких-либо дополнительных действий по изучению видео и аудиоматериала. При таком просмотре новые непонятные слова и фразы по большей части пропускаются или просто игнорируются. Возможно, вы какие-то фразы выписали, поискали, нашли перевод и тут же о них забыли. Такой вариант просмотра не подходит для совершенствования своих языковых навыков. Активный просмотр сериала в оригинальном английском языке подразумевает, что вы не только смотрите сериал с попкорном, но и прорабатываете и разрабатываете подробно каждую деталь просмотренного отрезка эпизода. Вы выбираете небольшой отрезок длительностью от 45 секунд до двух с половиной минут в зависимости от сцены и от сложности материала языкового в сериале. Дальше вы прорабатываете этот отрезок по специальной методике. Детально мы эту методику разберем чуть позже. Сейчас же пройдем по основным действиям при активном просмотре. Итак, что происходит при активном просмотре сериала? Вы смотрите вот этот небольшой отрезок дважды, затем слушаете только аудиодорожку. Что это дает? Вы тренируете восприятие не адаптированной английской речи на слух и увеличиваете свой активный словарный запас. Следующим шагом, что вы делаете? Вы делаете перевод субтитров с английского языка на русский. Тренируете грамматику, пассивный словарный запас, писаные навыки и чтение. Естественно, для многих сериалов есть уже русскоязычные субтитры, но они, как правило, сделаны на коленке и достаточно поверхностные. Поэтому большая польза от использования русских субтитров отсутствует. Желательно, чтобы вы переводили субтитры самостоятельно. Следующий шаг. Отрабатываете новые слова, фразы и выражения на специальных тренажерах в программе Кризлет. Это специальное приложение, в котором есть тренажер для закрепления новых слов, фраз, выражений. За счет этого действия вы расширяете активный словарный запас. Активный словарный запас – то, что вы можете использовать немедленно. Пассивный словарный запас – это все, что вы переводили. Задача – как можно больше развивать активный словарный запас. Какие еще шаги вы делаете? Вы готовите примеры собственных предложений и мини-истории для закрепления новых слов, фраз, выражений. Проговариваете, что собственные предложения, что мини-истории вслух. Дальше вы делаете пересказ. Первый пересказ вы делаете своими словами, тем словарным запасом, который у вас есть. Второй пересказ вы делаете с интеграцией новых слов, фраз, выражений из просмотренного отрезка эпизода. Тем самым вы тренируете активный словарный запас, оттачиваете свои грамматические навыки, тренируете навыки письма и говорения. Следующий шаг. Обязательно в группе, которая содержит таких же единомышленников, как вы, людей, которые фанатеют от этого же сериала, вы обсуждаете сюжет героев и действий конфликта сериала. В группах, которые работают по методике, как потянуть английский по сериалам, вы можете обсуждать это на английском языке с вашими единомышленниками и тем самым вы что делаете? Тренируете мышление на английском и развиваете навыки говорения, но развиваете их не просто на каком-то скучном материале, а на тех сюжетах и на тех героях, от которых вы в восторге, которых вы любите, которых вы смотрите и которые вам нравятся. Это увеличивает эффект от развития навыков говорения и мышления на английском языке. Следующий шаг. Что вы еще делаете помимо обсуждения, составления мини-истории и собственных примеров предложений? Вы записываете видеоотчеты с примерами своих пересказов и мини-историй для дальнейшего закрепления на свой мобильный телефон. Если у вас нет мобильного телефона, который позволит делать видеоотчеты, то вы можете делать просто это на диктофоне. Тем самым вы тренируете восприятие на слух, активный словарный запас и прорабатываете свои навыки говорения. Почему? Потому что вы еще раз проговариваете все интересное, все полезное и все нужное из того отрезка видео-сериала, который вы проходите по активной методике просмотра. До следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok